Сниматься на Мосфильме было хрустальной мечтой всех советских актёров. Главная киностудия страны давала шанс быстро прославиться и получить завидные перспективы. Что такое сниматься на Мосфильме? Какой там Оскар? Какой Голливуд? Но даже те, кто вошёл в звёздную обойму этой фабрики грёз, знали, не дай бог чем-то прогневить здешнее начальство. Актёра в одну минуту могли убрать из кадра и отлучить от престижной киноплощадки. Такого вот, чтобы восстановления или что-то, этого не было. Просто говорили, нет, вот этого артиста не надо. Я пойду. Дважды просить себя не заставлю. Причём прошлые заслуги и талант не имели никакого значения. Сказали, что он очень сложный, что характер невыносимый. Кому какое дело, как я живу! Поводы могли быть самые разные, а причина палы часто была одна – чувство собственного достоинства актёра и его независимый характер. Я заорал в дверях. Фиона Перля Баталья! Можно было не на 2-3 года вылететь, а вообще вылететь из профессии. Он бил себя так, как он хотел себя вести. К чёрту! Не хочу никакой правды, крови своей! Такого чиновники простить не могли. В тот день Олег Даль отправился на Мосфильм, надев галстук, которого обычно не носил. А уж если надевал его, то это означало одно – он идёт к невероятно противному человеку. Куда иду я, не знаю, дорога сама Меня приведёт куда-нибудь Накануне Даль узнал, что Мосфильмовское руководство запретило ему сниматься в любых картинах киностудии. Гуревич потом мне сказал, начальник актёрского дела, это злой гений многих актёров, Сизов и Мосфильмов. Года два-три давай Даля на Мосфильме снимать не будем. То есть был негласный приказ. К приказу директора Мосфильма Гуревич добавил и собственный хамский комментарий. С порога обрушился на Даля. Кто вы такой? Вы думаете, что вы артист? Да вас никто не знает. Вы рвач. Вам только деньги нужны. Как Олег не убил этого Гуревича, удивлялась даже секретарша, которая слышала их разговор. Неужели то, что я написал, ничего не стоит? Я ещё должен ходить, просить, умолять, кланяться! Только вечером на страницах личного дневника Даля смог выпустить пар. Ну что ж, мразь чиновничья, поглядим, что останется от вас, а что от меня. Если бы он хотел денег, если бы он хотел какой-то такой вот удачи, он же хотел, нет, он хотел творчества, он ходил в одном свитере. С Ириной Алфёровой они встретились весной 1980-го на съёмках фильма «Незваный друг». Может быть, в кино на последний сервис? Актёр уже год как был в чёрном списке, и только чудеса дипломатии режиссёра Леонида Морягина помогли тогда нарушить запрет. О невыносимом характере Олега Даля действительно рассказывали легенды. Девять раз уходил Олег Даль из театра «Современник». Оставьте меня в покое! Ваня! Я ничего не хочу! Я только хочу, чтобы меня оставили в покое, иначе я приму меры! Я драться буду! Был страшный скандал в Малом театре, что он запустил бутылку в зал, потому что, а это значит, что был гузок. Не хочу я здесь быть в вашем Малом театре. В кино тоже случалось всякое. То Даль вдрызг разругается с мэтром советской режиссуры Михаилом Швейцером и уйдет из маленьких трагедий. То в период съемок фильма Женя, Женечка и Катюша устроят драку и попадет на 15 суток в КПЗ. 15 суток его приводил утром милиционер, сдавал в съемочной группе, далее играл и уводил обратно. Я к своим старался попасть. Все время за ним шлейф каких-то скандалов тянулся, но он никак не смертел. И все равно все понимают, что человек настолько чувствует мир в эпохе, все прекрасно понимали, поэтому все равно за ним гонялись. Но что стояло за его резкими до странности поступками, догадывались немногие. Такие люди, вот творцы, они по другим законам живут, по другим. И их нельзя судить по нашим обывательским законам, понимаете? У нас была постельная сцена, а я, значит, его стала гладить. У него вся спина родиночек таких. Много-много-много прям родственников. У тебя очень много родинок. Помню, я глажу ему спину. Я говорю, ты знаешь, какой ты счастливый. У тебя столько родинок. Казалось, что это не так. Вот и в истории, после которой актера внесли в злополучный черный список Мосфильма, никто особо разбираться не стал. Даль тогда отказался играть летчика Скворцова в фильме Александра Меды «Экипаж». Спустя полтора месяца после начала съемок. Даль зашел ко мне. Директор, у меня разговор один на один. Я не могу сниматься. Я в шоке. Я валял. Такой сценарий. Такой апробированный режиссер. Ты же понимаешь, это... Да что я, хуже тебя это знаю? Я болен. Вдруг он встает. Его субтильная фигурка, тонкая, вообще просвечивая. Вытянул руки. Руки вот так дрожат. В итоге роль блистательно сыграл Леонид Филатов. А вот далее руководство студии решило в назидание наказать. Все решили, что он не просыхает. Нет, на самом деле, в том-то и дело. Если бы он, может, подпевал, то было бы лучше. А у него просто психическое нездоровье было. Только после смерти Даля из его дневников открылась настоящая причина нервных срывов актера. В нем как будто жили два человека. Один – нежный и ранимый, нуждающийся в понимании сочувствий. Другой – язвительный и жесткий, который был одержим манией совершенства. Я ненавижу вас! Ненавижу! У него планка была очень высокая. А играть летчика в экипаже он очень хотел. И жене Лизе своей сказалось, он будет сниматься у менты. В фильме, которого никогда еще не снимали в Советском Союзе. Но самое главное – не это все, а то, что все это будет сниматься в Западной Африке. Он сказал, я буду каждый вечер стоять на берегу океана, и на мои плечи будут садиться вот такие бабочки. Ради этих съемок Даль даже ушел от Эфроса, уволившийся из театра на Малой Бронной. Но все с первых дней пошло не так. Из назначенных девяти дней актер снимался только два раза. Об отмене ему звонили иногда прямо перед тем, как он выезжал в аэропорт Внуково. Хотя приходилось вставать в пять утра. Это может тянуться какое-то время, но когда это занимает полтора месяца, напрягает в данном случае Даля до невозможности. Все уроды превращались, все превращались в уроды, становились уродами в дневнике Даля, который, судя по всему, пишет тоже в алкогольном состоянии, а может и не алкоголем. То есть одни сплошные маты-рематы восклицательные знаки. И крупные буквы, и многоточие. Ну, понятно, то есть человека разбирало просто. Поэтому он был волк-одиночка. Конечно, поэтому ему трудно было в коллективе, скажем так, ужиться. Съемки в «Незваном друге», конечно, не могли быть пределом его мечтаний. Но актер честно старался вытянуть производственную картину. Может быть, потому что предыдущий фильм, «Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова, где Даль, сыграв одну из лучших ролей в своей карьере, положили на полку. А он как чувствовал, жить ему осталось недолго. Витя Зилов, первое место. После смерти Даля сразу стали говорить, что он умер от пьянства. Но в это поверили не все. Не от этого, не от этого. Он по-другому мир воспринимал. Он ждал очень Олимпиаду. Мы как раз в Олимпиаду снимали. Он говорит, приедут люди, откроется кафе, можно будет ходить и пить кофе, сидеть на улице и просто пить кофе. Молчать, мечтать. Если вы помните ту Олимпиаду, то никого не было на улице, автобусы проносились закрытыми. И он совсем впал уже в полную тоску от этого никакого кофе. Он тяжело переживал вот это лицемерие, это ханжество, эту двойную мораль, эту несправедливость, которая происходила вокруг нас и в которой мы существуем. «Мне жаль его, он не жилец», сказал однажды Григорий Козинцев, когда его спросили, почему Далю можно то, что другим нельзя. Найми мне, дяденька, учитель. Я хочу научиться врать. Слова режиссера оказались пророческими. Олег Даль ушел из жизни в 39. Большие актеры со сложным характером всегда головная боль для начальства. Но мало кто представляет себе всю глубину их собственных переживаний. Гениальный Олег Борисов последние 16 лет жизни боролся с тяжелой болезнью крови, а окружающие об этом даже не догадывались. Это вообще такая, считается, болезнь, возникающая от обид. И если он все время поглощал и держал в себе, конечно, это естественно, что он заболел в конечном счете. Устал я от всех этих передряг за последнее время. В начале 1980 года вся киношно-театральная Москва обсуждала новость, которую в те дни трудно было представить. Народные артисты СССР, лауреат государственной премии Олег Борисов официально снят с актерского учета Мосфильма. Это случилось после того, как Борисов ушел с картины «26 дней из жизни Достоевского». Москва жила этим грандиозным скандалом. Полкартины было снято. Блестисто такой творческий, мощный конфликт. Ну, они думают, что я человек мягкий, а я человек твердый. То, что путь актера усыпан не только розами, Борисов понял рано. В Киеве, где Олег оказался после окончания школы-студии МХАТ, его поначалу называли «солнечным мальчиком». Он был открытым, искренним, с большим чувством юмора. В груди моей резулей так и клокотит. Но первые сложности в отношениях с коллегами появились уже тогда. Многих раздражали его въедливость, желание во всем дойти до самой сути. Удивительно такой самокопающийся человек, очень строгий по отношению к себе, в первую очередь, по отношению к другим требовательный, такой неуспокоенный в хорошем смысле. Из-за острых дискуссий с режиссером Борисов едва не ушел со съемок фильма «За двумя зайцами» и мог потерять грандиозный шанс в карьере. Ведь именно роль Свирида Петровича Голохвостова сделала его всесоюзной звездой. Честь имею рекомендовать себя, Свирид Петрович Голохвостов. Правда, в труппе Киевского театра имени Леси Украинки это вызвало только новый конфликт. Коллеги написали на него кляузу в «Центральную газету». От зависти, от зависти. Когда приехал, когда ему рассказали, показали это письмо, он понял, что в таком театре он больше не может ни дня существовать. Много лет спустя Борисов уйдет и из ленинградского БДТ, где он так и не стал своим, а потом из МХАТа, о котором мечтал всю жизнь. Я не думаю, что это было каким-то таким ощущением, что я великий, а все вокруг меня не понимают. Нет. Мне кажется, что это было как раз его температура. Горение внутреннее не соответствовало тому, что происходило в работе. Когда режиссер Александр Сархи позвонил Борисову с заманчивым предложением сыграть главную роль в фильме «26 дней жизни» Достоевского, Борисов раздумывал недолго. Он был настоящим фанатом писателя Достоевского и начал воодушевленно работать над образом. У него выстроилась своя концепция роли, тем более, что он считал, что он дико на него похож. Но уже первые дни на съемочной площадке выявили их серьезные противоречия с Сархи. Борисов он сразу не понравился. Он назвал в дневнике его «ку-ку». Олег Иванович довольно долго мирился со странными, на его взгляд, просьбами режиссера. Кусать ногти, подпрыгивать на одной ноге, сделать то, сделать это. И без всяких внятных объяснений. А зачем? Борисов понимал, что вот этот оперетошный, как он мне сказал, оперетошный Достоевский, это будет ужас всей его жизни. Чаша терпения актера переполнилась, когда Сархи предложил ему расстрелять глазами икону и даже плюнуть в нее, чтобы показать Достоевского неврастенником, а то и психопатом, которого обуревают демоны. Он хотел сыграть Достоевского спокойным, таким, какой он и был, умным, глубоким, философом, а не истериком. А тот хотел видеть привычный вот такой образ и не хотел ничего менять. Искусство по-разному воспринимается, в разные эпохи, разными людьми. И не надо стесняться, если твое мнение идет в разрез общепринятым. О том, что он собирается уйти с картины, Борисов прямо сказал режиссеру во время съемок в Чехословакии. Ну и что же вы мне посоветуете? И вот он, Зархи совершил, конечно, большую ошибку, чтобы не быть виноватым в этой ситуации. Написал письмо вверх, где сказал, что Борис очень недостойно себя вел на съемках, но самое главное, еще и накупил антисоветской литературы. И, в общем, надо его хорошо проверить на границе, ко всему прочему. То есть он не просто плохой человек, он еще антисоветчик. Тут уж Борисов, разжившийся всего-навсего книгами Цветаевой и Пастернака, которые не публиковались в СССР, не стал медлить ни минуты и уехал в Москву. Предательство он не прощает. Вот в этом жесткость. Наверное, если говорить, то он каких-то принципиальных вещей, мне кажется, не прощал. Он надеялся объяснить, директору студии СИЗОВу свою позицию в конфликте. Но тщетно. Приказом по студии 29 декабря 1979 года Борисов снят с актерского учета и дальнейшее его предложение для съемок на киностудии Мосфильм запрещено. Конечно, это был ощутимый удар, который Олег Иванович, как всегда, переживал молча. Он настолько был закрытым человеком и что-то обсуждать, это было не его высоты, не его уровня. Он не был сплетником, никогда не был таким мелочным. То есть он был аристократ в ролях, аристократ в жизни, несмотря на то, что он был из простой семьи. Больше всего Борисов жалел о том, что из-за этого запрета не сыграл роль Вовчика, мужа героини Нонны Мурдюковой у Никиты Михалкова в фильме «Родня». Запретили резко совершенно. Отказ поначалу получил и Вадим Абдрашитов, который только Борисова видел в роли следователя в своей будущей картине остановился поезд. Но он был более настойчив, чем Михалков. Ты всерьез считаешь, что жизнь изменится к лучшему, если действовать сильными средствами? Да! Сильными! Сильными в том числе! Режиссер на свой страх и риск провел пробы актеров втайне от администрации студии. А Олег уже сделал там это, выложился, что называется. И вот тогда было нам сказано, что, знаешь, тогда уезжайте отсюда из Москвы, ни метра в Москве, никаких журналистов, ничего, уезжайте, уезжайте, через год сдавай картину. И так мы уехали. Об этих съемках практически никто не знал. Так почти в подпольном режиме народный артист сыграет одну из лучших своих ролей и вырвется из рамок пресловутого запрета. А трагическая обреченность человека, который чувствует свой отдельный обособленный путь, станет его главной темой в кино. И не в сытости дело, не в сытости от яблок брюха не вырастет в радости, понял? Как тебя? По мнению родных, больше всего Олег Иванович похож на себя в роли дяди Леши в фильме «Садовник», где его герой в одиночку бьется с начальством за то, чтобы сохранить колхозный сад. Вместе с братом Львом они сыграли закадычных друзей. «Садовник» 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 Оказаться в черном списке можно было, и не вступая в конфликт с режиссерами и даже не нарушая трудовую дисциплину. Лев Прыгунов после дебюта в 1962 году с фильмом «Увольнение на берег» имел все шансы для стремительного взлета на муссфильме. Картина вошла в десятку лидеров советского проката, а сыгравший главную роль Прыгунов сразу стал предметом обожания миллионов девушек Советского Союза. Все хорошие артисты на расхват. Он очень-очень привлекательный мужчина. Если, ну, нельзя говорить так про мужика красивый, да, но я представляю, что там было в молодости, как там девки-то с ума-то сходили по нему, потому что он очень яркой внешности, это правда. Он очень способный, очень талантливый человек в профессии. И сколько ему могло бы быть предложений по поводу съемок. А может, я сыграю? Попробуй. На талантливого русского парня обратил внимание и известный режиссер Джузеппе де Сантис. Вместе с советскими кинематографистами он начал съемки картины «Они шли на восток» и искал актера на роли итальянского солдата Бацотки. Изначально эту роль должен был играть Антони Перкинс. Но гонорар голливудской звезды в миллион долларов оказался неподъемным для продюсеров. А другой претендент Питер Фальк, известный позже как лейтенант Коломбо, был со вставным глазом, что не устроило уже режиссера. И кто-то ему подсунул мою фотографию. Он говорит, вот, похож на северного итальянца. И он схватился сразу. Его найти надо. Я итальянский. Итальянский. Ассистенты знали, где найти Брагунова. В кафе на первом этаже гостиницы «Националь». Брагунов – это человек, который всегда был как аристократ здесь. У которого всегда было много денег. Который всегда умел заработать. Который известен как завсегдатой крутых ресторанов и гостиниц. Который дружил с элитой. Евтушенко был в Париже. Мы его там встретили. Ты помнишь? То, что у молодого актера из Алматы тогда не было в Москве никакого жилья, значения не имело. У Льва от рождения были чувства собственного достоинства и удивительная для провинциала внутренняя свобода. Я до 4 часов утра сидел в кафе гостиницы «Москва». Потом шел на Киевский вокзал. Три часа там спал до открытия метро. Потом садился в метро на кольцовую линию. Спал 4 часа. Потом шел в «Националь», умывался, доказывал там завтрак. Он всегда ведет себя так, как он считает нужным. Поэтому безусловные конфликтные ситуации. Фильм «Они шли на восток» снимали в Болтаве. Жара стояла дикая, до 40 градусов в теней. Прыгунов страшно уставал. Его планы снимали отдельно. А это часами под палящим солнцем в шерстяной военной форме. Да еще с приклеенной искусственной щетиной. Тело зудело от макушки до кончиков пальцев ног. А кормили нас тогда, как скотов, там, не знаю. Для итальянцев прибнали вагончик. Их обслуживали девочки в коротеньких юбочках, такие симпатичные, отобранные. А нас два котла и громадная очередь к этим котлам. Я всегда остался последним. И я, значит, последний беру, мне баланную дают, я подхожу. И все занято. И какой-то кол стоит, и все говорят, Лева, вот садись сюда. И хохот, ха-ха-ха. Я посмотрю, вагончик, итальянцы все смотрят из окна и хохочут, и показывают пальцем. У актера потемнело в глазах. Он швырнул на землю свою миску и заорал, не выбирая слов о том, что думал об этом унижении. Да и обо всем, что накопилось. И меня понесло, что я там кричал, какие же вы твари, коммунисты. Меня, значит, повалили, я подрался. В конце концов, нас разняли, я отряхнулся, подошел к вагону и сказал, с этого дня я обедаю только здесь, больше нигде. Или я уезжаю в Москву. Вообще, это очень смело. В советские-то годы можно было не на 2-3 года вылететь, а вообще вылететь из профессии. Я думаю, что смелее было только, наверное, какой-нибудь партбилет порвать публично. И отказаться, не знаю, от партии, ну что-то в таком духе. Мне ничего не нужно. Независимость мне нужна, понимаете? Разумеется, этот инцидент не оставили без внимания. Прыгунову припомнили все. И деда-священника, и дружбу с опальным поэтом Иосифом Бродским. Для меня самый светлый человек, самый чистый человек из всех, кого я когда-либо знал, он никогда не врал. Это был его закон. И я его как-то перенял, этот закон. Вообще, я стараюсь. Для чиновников такая жизненная позиция была, как красная тряпка для быка. Сразу после окончания съемок фотографии Прыгунова изъяли из Мосфильмовской картотеки. А на показе фильма «В доме кино» актеру дали понять, что он там вообще персона нон-крата. Я вышел на сцену, про меня Дисантьев сказал очень хорошие слова. Потом я со сцены вышел и должен был зайти в зал. А вас нельзя. Как нельзя? Я только, да знаем. Да я снимал, да знаем. Все равно, вас нельзя. Я буду кричать. Ну и кричите. Я заорал в дверях по-итальянски. Конградулационе перля баталья! Поздравляю с победой! Иди, иди! И, конечно, ни о какой международной карьере он теперь не мог и мечтать. Хотя режиссеры разных стран приглашали актера регулярно. Итальянцы планировали отдать Прыгунову главную роль в картине «Тристана и Зольда». В Дании собирались снимать в фильме «Красная мантия». Но его не пустили даже во Вьетнам и Северную Корею. Боятся! За что? За то, что вел себя прилично. Как человек, как европейский. Оказывается, это нельзя. Так странно. Мы пьем чай, а где-то идет совсем другая жизнь. Однажды на студии Прыгунова встретил какой-то странный человек. На полурусском языке. Говорит, ты Прыгунов? Я говорю, Прыгунов. Ты психопат? Я говорю, нет, не психопат. Ты алкоголик? Нет. Я румынский режиссер, он сейчас Мунтиан. Ты будешь у меня сниматься? Я говорю, я-то буду, но меня не выпустят. Пойдем со мной. Мунтиану снимал фильм «Туннель» о том, как русские и румыны вместе воевали против фашистов. Тогда Советский Союз налаживал отношения с Чаушеску. И было важно объявить историю Румынии, которая выступала на стороне Гитлера. С режиссером решили не ссориться, и Прыгунова, скрипя сердце, отпустили. Но даже после этого его не вернули на Мосфильм. Не помогло и заступничество Сергея Герасимова, который высоко оценил роль актера в картине. Как-то я выкручивался, не знаю, чем. Вот концерты мне... Но это очень было тяжело. Нет-нет, он не опускает руки, хотя получил в своей жизни достаточное количество ударов. Я понимаю, что уже прошло большое количество лет с момента его, скажем так, смелых каких-то поступков и высказываний. Он абсолютно свободен. Он свободен от предрассудков, он свободен от стереотипного мышления. Жизнь сохранить не главное. Да не всегда можно. Все равно умрем. Важно прожить ее. А возвращение актера на Мосфильм произошло неожиданно и триумфально. Однажды с Прыгуновым разговаривался с завсегдатой националя, известный в узких кругах, как гиппон или железный люсик. А вообще он был каталог, это игрок. Где ты работаешь? Я говорю, нигде, а как нигде? А на Мосфильме хочешь работать? Я что, хотеть-то хочу. У меня он даже Герасимов не мог туда. А кто такой Герасимов? Никто. Там Милькис главный человек. Милькис был директор объединения. Тихий, замечательный, милый человек с палочкой, хромой такой. Он там главный. Я сейчас ему позвоню. Уже назавтра Прыгунова ждал на Мосфильме небезызвестный начальник актерского отдела Адольф Гуревич. Про него говорили, хороший человек, Адольф он мне назовут. Я с ним был дикий скандал, они шли на восток. И я прихожу в одиннадцать, и он встречает меня. Лев Георгиевич, дорогой, наконец-то вы с нами. Конечно, в своем стремлении самоутвердиться, актеры нередко перегибали палку. В 70-е годы многие недоумевали, почему практически исчез с экрана Олег Стрижанов. Слухи ходили разные. Человек считал, что он лучший актер на Земле, поэтому строил всех режиссеров, и вот это ужасно раздражало. Хотя народ считал, что его не снимают из-за того, что он спился. Что же произошло? В октябре 1962 года в кабинете министра культуры Екатерины Фурцевой происходило экстренное совещание по фильму «Война и мир». Контроль был над всем. Министр включила громкую связь и набрала номер Олега Стриженова. А в ответ услышала «Да пошла ты!». Все присутствующие замерли. Скоро стало ясно, что Стриженов перепутал министра с одной из надоедливых поклонниц. Но когда по настоянию Фурцевой он прибыл в министерство, ситуация накалилась уже всерьез. Актер категорически отказался играть князя Андрея в фильме Сергея Бондурчука. Фурцева долго ему объясняла, ткачиха с Ивановской фабрики, объясняла эрудированному ведущему актеру Советского Союза, что такое роль Андрея Болконского в романе «Толстого войны». На что Стриженов я и отказал. Сказать, что в то время он был звездой, это не сказать ничего. Актер прославился после первого своего появления на экране в фильме «Овод». А сыграв в картине Григория Чухрая 41-й, он уже буквально купался в зрительской любви. Я безумно любила его в 41-м. Синеглазенький мой, изумительный совершенно образ. Идеальный герой-любовник. С идеальной внешностью, с голубыми глазами, с великолепными чертами лица. Нервный, подвижный. Но и держал себя актер, по словам коллег, как большая звезда. С Сергеем Бондарчуком они были приятелями. И вот Стриженов узнает, что Бондарчук уже год проводит пробы на ключевые роли в грандиозный проект «Война и мир». А его не зовет. И в конце концов предлагает сыграть второстепенного персонажа – Долохова. Стриженова это уязвило невероятно. Он согласился играть Долохова. Но, наверное, я так думаю, что он изначально предполагал, что ему предложат Болконского. Ассистенты тогда сбились с ног в поиске все новых кандидатов. Приглашают звездных Эдуарда Марцевича, Юрия Соломина, Кирилла Лаврова. Все не то. Больше других претендентов Бондарчуку нравился Иннокентий Смоктуновский. Но тот утвержден на роль Гамлета у Григория Козинцева. И Бондарчук вынужден уступить мэтру. Ситуация случилась патовая. Съемки должны вот-вот начаться, а Андрея Болконского у режиссера нет. И тогда он возвращается к Стриженову. Делает с ним новые пробы и понимает, что это лучший выбор. Но актер, посчитавший себя униженным, теперь собирается отомстить. Задето самолюбие. Болезненное. Никто не может Бондарчуку отказать, а я могу. В интервью одному московскому изданию спустя много лет Стриженов признается. Я не сомневался, что меня утвердят. Но принял решение – пошлю Сергея. Причем сделаю это красиво. Это его, его характер, надо знать его характер. У него есть чувство уважения к себе, и он это не воспринял. Как же так? Ты режиссер, ты должен заранее знать, кого ты хочешь, что ты видишь. А дальше происходит все по плану. Стриженов, дождавшись публикации о будущем фильме в журнале «Советский экран» со своей фотографией, звонит режиссеру и заявляет, что сниматься у него не будет. Бондарчук в недоумении. Ты что, пьян? Нет? Трезвый? Куратором картины была министр культуры Советского Союза Екатерина Алексеевна Фурцева. Бондарчук побежал к ней жаловаться. Бондарчук был просто в шоке абсолютно. Это именно была зашкварная совершенно ситуация, после которой действительно Стриженов был накал. Вячеслава Тихонова на роль утверждали уже в цейтноте. На его кандидатуре настояла все та же Фурцева. А сам режиссер так до конца этот выбор и не принял. Он постоянно был недоволен актером. Съемки изводили обоих. Там один раз было 30 дубов. Потому что Олег сыграл очень хорошо. И так как он имел этот эталон у папы, не совсем сложилось с Тихоновым. Он хотел подогнать Тихонова под то, что показал Стриженов. Тихонов практически слег в всех ушках после этого. Бондарчук сумел довести проект до достойного финала. Картина «Война и мир» даже получила премию «Оскар». А вот карьера Олега Стриженова в кино изрядно пострадала. Ни одна роль, которую он сыграл за это время, не могла по значимости сравниться с ролью Балконского. С 1964 года его пять лет вообще не приглашали на Мосфильм. Да и позже заметные работы по пальцам можно пересчитать. Что такое нахал? Тот, кто вмешивается в разговор других. Очередная ссора с Ильей Ольшвангером, режиссером картины «Его звали Роберт», закрыла ему дорогу и на Линдфильм. Студия написала докладную в Госкино, что актер сорвал несколько съемок, причем в нетрезвом виде. Где его и озвучить пришлось. Настолько уже серьезен был конфликт с режиссером. Ты оттуда? Оттуда. Рыба есть? Нет. Он никогда не будет делать то, что не соответствует его внутреннему миру, его умозрительному восприятию. Нет, он не будет этого делать. Как бы то ни было, фотографии актера изъяли из студийной картотеки. Конечно, потом его всегда прощали. За редкий талант. Но с ним стали просто опасаться работать. А сам Стрижанов характер и привычек не поменял. Верь, Мария. Я тосковал по тебе. Я приглашена на съемки «Звезды принятого счастья». Он будет играть моего супруга. Волконского. Все. И на пробах он взял и выпил стакан коньяка. На моих глазах. Я была в ужасе. Я думала, боже, мне с ним играть. И его снимает с роли мотель. Он очень боялся срыва сложнейшей картины. И утверждается другой актер. Уже начинал сниматься Михаил Казаков. Но Стрижанов пошел в ЦК партии. Написал письмо. Что как может дворянина играть и пятый пункт. Нерусский человек. Ниша Казаков. И Казакова снимают с роли. Простите. После декабриста Волконского в фильме «Звезда пленительного счастья» актер получит следующую роль только через пять лет. А потом будет ждать еще дольше. Ничего. Живем хлеб, жуем. Я огромное количество легенд слышал о нетерпимости Стрижанова. Или там как бы люди утрировали. Это доходило до дурной характера. На самом деле это требовательность. Сам Олег Александрович говорил в интервью, что никогда не жалел об упущенных киноролях. Актер был счастлив служить в знаменитом «Мхате», где он 10 лет играл потрясающий репертуар в окружении великих учеников самого Станиславского. Я помню, когда мы выходили из гримерной, и от выхода служебного до машины был живой коридор людей. Но для миллионов кинозрителей его отсутствие на экране, конечно, стало большой потерей. И до сих пор интересно, как именно Стрижанов сыграл бы князя Болконского. Они знали, что не смогут достичь вершин в профессии без внутренней свободы. И отстаивали себя, как умели, невзирая на черные списки. Конечно, рисковали и теряли. А случалось, вели себя вызывающе, необъяснимо и нелогично. Но у творцов свои ценности. Люди будут судить. Живем же с ними, с людьми. И полюбили бы мы их другими. Еще большой вопрос.